Всем аквариумистам и не только привет! Сегодня будет небольшое видео, так сказать актуальное дополнение к предыдущему ему видео про фильтр блондинка и лайфхаки к нему. Это видео также и есть один большой лайфхак к фильтру блондинка, да и к любому другому внутреннему фильтру в аквариуме. После своего ролика про фильтр блондинка мне посоветовали посмотреть ролик Дмитрия с канала Кубань аквариумист и я как раз там и увидел эту идею и хочу с вами ею поделиться. Ссылка на канал Дмитрия и его видео с этим лайфхаком будут в описании под роликом. Очень очень рекомендую этот канал. Так вот, в своем предыдущем ролике я озвучил, что частое использование классических фильтров блондинка на основе картриджей для воды очень накладно. И чтобы упростить и удешевить процесс порекомендовал использовать вискозные салфетки и наматывать их на насадку для крепления губки фильтра. Вот в этом то и весь фокус. А именно, проблема с насадками. Часто в конструкциях внутренних фильтров нет насадки или сами насадки очень короткие. Наглядный пример насадка моей помпы мощностью 2800 литров в час. Чтобы одеть даже любую стандартную губку мне пришлось придумать удлинитель для насадки. А если на короткую насадку намотать салфетку, то эффективность существенно снижается, так как сильно падает мощность фильтра и он очень быстро засоряется. И вот, как всегда, решение оказалось просто, но я сам почему-то до него не догадался. Оказывается, если купить фильтр для очистки воды, который изготовлен в виде каната намотанного на каркас, то после его использования обычным способом, канат можно удалить и добраться до нашего лайфхака. А именно, каркаса или основы фильтра очень удобной конструкцией. Да, удаляя канат с фильтра придется изрядно повозиться, но оно того стоит. Не знаю, даже какой способ удаления каната вам посоветую. Я пробовал ножом надрезать и слоями удалять, но то ли нож тупой попался, то ли канат ого-го какой качественный. Пришлось повозиться очень долго. Так вот, этот каркас очень удачно подходит в креплении на многие мощные внутренние фильтры и помпы или требует незначительной доработки для крепления, то есть подгону под отверстие внутреннего фильтра. Таким образом, он превращается в насадку для губки фильтра на постоянной основе. Кроме того, в случае необходимости более тщательной чистки воды и использования в качестве фильтра блондинки, данная насадка идеально подходит для использования стандартного рулона вискозных салфеток. Кто захочет, на один конец насадки может примастить заглушку. Я же просто заматываю отверстие салфеткой. Сразу обращаю внимание на то, что количество наматываемых салфеток будет зависеть исключительно от мощности вашего фильтра или помпы. Обычно хватает одной или двух салфеток для фильтров малой и средней мощности или двух-трех для мощных. К примеру, моя помпа на 2800 литров в час эффективно работает с четырьмя салфетками не более суток. Потом наглухо забивается и ток воды прекращается. Обращаем внимание еще на то, что если намотать больше, чем надо, то забьется верхняя салфетка или салфетки, а нижние так и останутся белыми и значит вы просто зря их потратите. В общем, практическим методом сами подберете количество наматываемых салфеток. Если у кого маленький аквариум или невысокий, не составит никакого труда укоротить этот каркас под ваш аквариум. На этом видео заканчиваю. Рад, если кому-то данный совет так же помог, как и мне. Всем огромное спасибо за просмотр и отдельно огромное спасибо меценатам канала. Они всегда указываются в описании под видео. Всем удачи и благополучия.